друзья всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня хочу поделиться с вами своим опытом как я реставрировала плед мне написала моя заказчица я и шила плед полтора года назад у нее плед порвала собака и она попросила отреставрировать ее плед самое сложное было подобрать ткани потому что спустя полтора года после пошива конечно же у меня были какие-то остатки тканей но я не могла понять какой тон но в итоге мне очень повезло у меня было три однотонных тканей которые можно было бы использовать и я нашла именно тот оттенок который мне подходил после этого я измерила детали которые нужно было реставрировать вырезала их и на бумагу для заморозки также сделала оставив припуски нашивание теперь и вот эти припуски подгибаю и сметочным швом фиксирую по всему периметру у двух этих треугольников я решила закрывать вот эти повреждения с помощью аппликации подогнула я припуски и обязательно это все при утюжила чтобы припуски у меня зафиксировались и запомнили свое положение вот эти треугольнички у меня сейчас будут находиться вот таким образом я их буду пришивать но прежде чем пришивать мне нужно обязательно распороть стежку в этих местах делать это нужно максимально аккуратно обязательно оставлять кончики чтобы потом то все можно было завязать и ниточки спрятать когда стежка убрана кончики как я уже сказала я оставила чтобы их потом дальнейшем спрятать но я их не прятала чтобы потом не потерять где мне нужно будет закрывать вот эти повреждения теперь я примеряю мои треугольники и мне нужно это все пришить с помощью потайного шва по всему периметру треугольника я вам сейчас покажу как я это делаю я начинаю шить не с угла сейчас вы на видео увидите то что у меня не с угла идет уже шитье и я получается цепляю немного ткань у треугольника а далее я цепляю ткань уже у самого пледа который идет у нас по шву старому вот видите я подцепила ткань и вывела нитку теперь снова беру цепляю небольшое количество ткани у треугольника и таким же образом делаю и с моей тканью которая у самого пледа так я делаю по всему периметру оставляя потом в конце небольшое техническое отверстие чтобы мне можно было вытащить бумажный шаблон после того как я прошила по всему периметру оставив отверстие я убираю сметку которая у нас была на треугольнике а теперь беру пинцет аккуратно отгибаю припуск у треугольника также делаю так чтобы у меня мой бумажный шаблон отклеился от ткани и аккуратно достаю треугольник под тканью из нашего отверстия за счет того то что мы при пуске при утюжили они у нас очень хорошо потом находят свое положение то есть они спокойно подгибаются и можно дальше закрывать техническое отверстие точно так же потаим с помощью потайного шва в конце я обязательно делаю узелок и нитку прячу после этого я уже здесь беру кончики от стежки завязываю узелки и все концы прячу и обрезаем нитки теперь я беру следующий треугольник мой большой еще раз говорю то что начинать шитье лучше от прямых сторон нет угла а именно с любой стороны где-нибудь с середины чтобы потом можно было хорошо сформировать уголок то есть если вы начнете с угла то вам потом будет очень проблематично формировать уголок поэтому оставляйте не начинайте с какой-нибудь середины любой стороны и продолжайте по периметру я треугольник уже пришила с помощью потайного шва и вот вы можете увидеть промежуточный вариант понятное дело что мой треугольник немножечко отличается по тону потому что плед уже использовался стенок уже совершенно другой немножечко но если плед постирать я думаю это все выровнится по тону далее я повторяю рисунок стежки так как стежка у меня была сделана на лонгарме пытаясь повторить точно такой же рисунок как был до этого с помощью мелопанды я это делаю не помощью какого-то маркера потому что маркером я не доверяю все когда я уже линии сделала теперь я иду и стягаю на машинке делаю это я просто с помощью обычной лапки что мне так проще в данном случае потому что плед очень тяжелый когда стежка готова я прячу кончики и обрезаю нитки и вот такой вот результат у нас получился собственно вот я вам при дневном свете показываю результат вот этот треугольник мы пришивали и этот треугольник по моему получилось очень хорошо